Ангина заразна? Безусловно. Ангина чаще всего вызывается каким-то возбудителем. Мы будем, наверное, говорить о тех, которые приводят к тем осложнениям, о которых рассказала Юля. Бета-гемолитический стриптококг группы А, который самый популярный, очень частый, особенно у детей до 14 лет. И действительно приводит впоследствии к этим осложнениям. Наш кардиолог всегда тоже спрашивает про ангины, и всегда первая требует удалять миндалины, если это нужно. Но с этим вопросом тоже разберёмся. Скажите, ангина заразна в течение всего течения заболевания, либо, возможно, в первые три дня стоит обязательно? Когда концентрация распадает. Да, если это бактериальный процесс, и начат курс антибиотикотерапии, то, конечно, по мере приёма антибиотиков заразность человека снижается. При том, если это бактерии, то передавать их намного сложнее, чем вирусы, и поэтому разные виды ангин с разной степенью заразности. С разностью. Что касается антибиотиков, вообще какие антибиотики действуют? Ангина уже в организме. Надо сразу начинать лечение. И каким лечение должно быть? Вот здесь мы, конечно же, не будем называть никаких антибиотиков. Потому что что? Потому что случится то, что случается. Несмотря на то, что антибиотики продаются только по рецепту, люди как-то уговаривают аптекаря, хотя мне ни разу это не удалось, и покупают себе антибиотики, и пьют их как раз вот те 2-3 дня, чтобы стало легче, бросают и получают в конечном итоге осложнение. Антибиотики вам выпишет тот врач, до которого вы дойдёте, с вашим инфекционным процессом. Но вы можете заподозрить, когда это бактериальная ангина, по сочетанию факторов. Если у вас нет ринита, если у вас нет насморка и всего характерного для ОРВИ, если у вас температура выше 38, если вы младше 14 лет, если у вас опухли лимфатические узлы вот здесь вот подчелюстные, и нет кашля, и вот если всё это сочетается, то высока вероятность бактериального процесса, и тогда вы можете сделать что-то самостоятельно без врача. Что? Это что? Это сразу вопрос. Это стрептотест. Это тест, который мы обожаем, да, инфекционисты обожают, лоры обожают. Ну, конечно. Он положительный. Мы поняли, что нужно остаться дома, потому что инфекционное заболевание. И что, дальше мы вызываем доктора? Можно назначить... Ну, нет, подождите. Ну, никто у нас сразу не вызывает доктора. Ну, я вот спрашиваю. В первый же день сделали тест, увидели результат. Сами себе назначили, допустим, полоскание. Можно всё-таки вот здесь ремарку маленькую. Есть заболевание, которое требует вот действительно экстренного вызова врача на дом, и ангина – это такое заболевание. Я полностью согласен. То есть мы не должны оставлять шансов сегодня пациентам, которые нас смотрят, потенциальным пациентам, вот отнестись как-то... Я сейчас посмотрю группу антибиотиков, да, и назначу сам себе. Ни в коем случае. Только врач. И в первый же день, чтобы был сделан стриптотест. И только стриптотест является поводом назначения антибиотикотерапии с первого дня. Хорошо. То есть если он положительный, то мы идём к врачу. Мы врачи, мы про правильное. Коллеги, я всё прекрасно понимаю, ситуации бывают разные. Стриптотест, вызов врача. Если нет возможности, например, прямо сейчас сделать стриптотест, вызвать прямо сейчас врача, и, допустим, появится такая возможность через там день, через два, можно как-то самостоятельно облегчить своё состояние. Самостоятельно. Ну и что пациенты обычно покупают, какие препараты? Возможно, самостоятельно. Это антисептики для горла, то есть это могут быть сосательные таблетки, это может быть спрей для горла, это может быть с добавлением анальгетиков, либо сам препарат, который местный. Полоскание. Аптичное, либо народные какие-то методы. Значит, что хочется сказать про полоскание. Лор-кафедра нашего первого медуниверситета. Были проведены очень интересные исследования с замерением концентрации антисептиков, слизистой непосредственно после различных манипуляций. Полоскание, рассасывание или спрей. Вот самая большая концентрация была достигнута при рассасывании пастилок или таблеток. На втором месте это спрей, при полоскании вообще не создаётся никакой концентрации. Поэтому мы должны понимать, что больше будет эффекта, наверное, от тёплого питья, для того, чтобы немножечко облегчить состояние обильного тёплого, которое ещё будет дезинтоксикационную какую-то функцию на себе нести, чем от полоскания. Кроме того, полоскания абсолютно не приведут к более быстрому схождению налётов. То есть они не отполоскаются, не отмоются. Пока не эпитализируется ткань миндалины, не отвалится вот этот налёт. Он должен сходить самостоятельно. Совершенно верно. Некоторые пытаются его снять. И что ещё очень важно. Вот как раз здесь хотела бы ещё один пример из практики привести. Была у меня такая пациентка, у которой в анамнезе, после того, как она попыталась во время ангины снять налёт с миндалины, образовался паратензелярный абсцесс. Мы должны помнить не только про общее осложнение на ангину, но и про местные, которые гнойные очень серьёзные. Это паратензелярный абсцесс, это гнойный лимфоденит. И у этой пациентки просто вот такой килоидный рубец вдоль всей шеи спускается на грудную клетку. Я спросила, с чем это вообще связано. Вот она мне рассказала такую историю, что когда-то, когда она болела ангиной, она попыталась снять этот налёт, получила инфицирование, потому что действительно это очень опасно. И вот паратензелярный абсцесс очень быстро гной проплавил ткани в межфасциальное пространство по шее и спустился за грудную клетку. Причём в средостение спускается. В средостение. И ей пришлось не только разрезать вдоль шеи, но и разрезать грудную клетку для того, чтобы очистить. То есть вот такое серьёзное осложнение, если мы пытаемся самостоятельно что-то сделать. Поэтому, возвращаясь к вопросу номер один, доктор, конечно, должен быть. Либо какие-то действия должны предприниматься. Прямо там скорую помощь можно вызвать на дом. То есть действительно...